В этом эпизоде Кенши. Макс спокойно подходит к базе военной. Ох, я надеюсь, его не спалят. Всё. Всё, я больше не могу. Только не говори, что сдаёшься. Да, я сдаюсь. Женька, поднык тебе с коленки. Говорите, не говори. А ну соберись, пока я тяжелеть не стал от гнева. Зачем мы вообще туда ползём? Точнее, я ползу. Я хочу закалить твою волю, чтобы ты больше никогда не сдавался. Ведь на вершине ждёт самое грандиозное событие в жизни. Какое событие? Падение? Вот опять оно грызается, я не могу. Ты бы лучше там не негативил, а заряжался вдохновением. Посмотри, как красиво вокруг. Да я таких красот могу и дома насмотреться. Я знаю, что ты сейчас скажешь, что тебе проще полюбоваться красотами в полюбившейся миллионами игроков игре Геншин Импакт. Геншин Импакт? Удостоенная наградами Open World Action RPG с яркими и красочными пейзажами. Великолепная графика, прям как в аниме. Запоминающиеся герои с уникальными способностями. Фантастические миры, в которые постоянно хочется погружаться. Я не об этом говорю. Я о том, что мои руки меня уже не держат. Точнее нас. А вот слушай своего тренера, и у тебя откроется второе дыхание. Почувствуешь обновление. Такое же значимое обновление, как и краски мимолетности. Ты представляешь, там новый подводный регион Энкаомия. И два новых персонажа. Потомок клава экзорцистов Шэньхэ и очаровательная оперная певица Юнь Цзинь. Давай, сынок, еще немного. Все, я умираю, тренер. Я не могу ползти дальше. Дальше и не нужно. Мы на вершине. А теперь вы скажете, зачем мы здесь? Мы здесь ради этого. Фееричное событие «Звездный путь среди снегов», в ходе которого в прямом эфире на всех стриминговых площадках зажжется реальная точка телепортации на вершине Альпийских гор. Наблюдать за этим можно будет на официальных каналах игры, а также будет запись этого события. Я думал, в конце случится какой-то подвох. Но мы действительно тут. Я чувствую себя гораздо лучше. Словно действительно открылось второе дыхание. Спасибо за ценную тренировку. Я больше никогда не буду давать слабину. Ну, конечно, не будешь, сынок. Иди сюда, шоу вот-вот начнется. Вот только ты его не увидишь. Что? Топ-1 аниме-предательство. Сим-хай! С вами Ютина, и сегодня мы снова играем в Кэнши. У нас начинается второй сезон. После того, как ребята наши наконец-таки сбежали. Что их ждет, не знаю даже я. Мы сейчас вместе с вами и посмотрим. Чёртов ползун. Я спас этого говнюка. А он просто взял и ушел. Вот гнида. Клянусь, увижу его, жопу надеру. А вот вареные овощи. Теперь надо немножко отдохнуть. Ах, был тяжелый день. Наконец-таки я могу с себя снять этот шмот. Как же я употел в этом. Но ни в коем случае нельзя снимать с себя меч. Я должен быть всегда на чеку. Как минимум, когда увижу ползуна. Потому что смерть ему. Я убью его. Никто не смеет отвергать мою дружбу. Клянусь богом, ему хана. С ней будет покончено. Ползун. Ползун, это ты, дружище. А, то есть какого хрена ты здесь делаешь? Что я тут делаю? Это ты что тут делаешь? Так, во-первых, нехорошо вламываться в чужой дом, когда хозяин не одет. А во-вторых, это мой дом. А насколько мне известно, это убежище от щепенцев. Нет, это дом мага. Может быть, раньше он и должен был принадлежать нам обоим. Но ты сделал свой выбор. И теперь он называется дом мага. Поэтому вали отсюда. А на карте написано убежище от щепенцев. Значит, я имею полное право тут быть и восстанавливать силы. Чёртов ползун, умеет читать. Ладно, так и быть, оставайся здесь. Набирайся сил. Хотя я сомневаюсь, что в тебе есть вообще такое понятие, как сила. Я спать. Делай, что хочешь. Значит, эм, так. Тебе не обязательно заполнять тишину. Считай, что меня здесь нет. Считать, что тебя здесь нет, то будет совсем не трудно. Хамлу. Теперь надо подумать, чем занять наших друзей. А, уже не друзей, видимо. Не так-то много они, в принципе, могут делать здесь сейчас. Пусть займутся любимым делом. А чё Мак не бегает-то? А, у него общий вес 80 из 19. Я так понимаю, он чертовски перевешен. Посмотрите на них. Очаровашки две. Как синхронно действуют. Молодцы. Давайте, пыхтите, работайте. Мне кажется, ли этот камень стал меньше? Возможно, Мак же тогда... Сколько он добыл, кстати говоря? Раз, два, три, четыре. Четыре камня он добыл. А этот камень, это железо. Типа его можно продавать. Средняя цена 90к. Типа копейки, наверное. Как-то даже непривычно, что они оба находятся на свободе. И причём карьер вот тут вот, за скалой находится. Давайте посмотрим, что там происходит. А, нет. Мы не можем даже посмотреть туда. Всё, это прошлое. Туда даже не стоит заглядывать. Оно осталось вот за той скалой. А, нет, погодите. Вот, мы чуть-чуть можем заглянуть туда. Вот, чертов карьер, прощай. И здравствуй, неловкое молчание. Блин, а я-то чё молчу? Надо действовать, надо чё-то говорить. Знаете, я столкнулся с проблемой свободы. Я не понимаю, что с ней делать. Когда я был в рабстве, у меня была чёткая цель сбежать из рабства. А теперь, что делать? Непонятно. Ну, вроде как, можно делать очень многое. Во-первых, у наших друзей была цель. Сделать базу. Собственную каменоломню. Мне всё-таки любопытный ползун. Кому достанется наша каменоломня? Забирай себе. Чёртов обидчивый ублюдок. Конечно же, заберу. Нам нужно приодеть ползуна. Не может же он ходить в этой робе. С этим нарядом должно быть покончено. О, боже мой, ползун какой-то стрёмный. Без одежды. Так, что у нас здесь есть? Брюки карго. Вот, крадись в штаны. И в рубаху. Посмотрите на ползуна. Я никогда его не видел таким неоранжевым. Окей, нам нужна обязательно аптечка первой помощи. Вяленое мясо. Так, ползун, жри хлеб дальше. А, он не жрёт хлеб. У него и так нормально с голодом. Тогда давай просто пусть хлеб будет здесь. Смотрите, что это записка убежища отщепенцев. Редкость. Это редкость. Если вы читаете это, велики шансы, что вы только что сбежали из возрождения и находитесь в полумёртвом состоянии. Да нет, мы вполне нормально себя чувствуем. Это он просто по себе судит. Это убежище для вашего отдыха и восстановления. Надеюсь, вы сможете найти здесь еду, инструменты для снятия кандалов, кровати и кое-какую одежду. Удачи. Приписка. Если вы случайный путешественник, пожалуйста, не нужно грабить это место. Иначе мы вас выслетим и освежу им заживо. Ещё приписка. Если вы солдат святой нации, нахер вас и в жопу вашу промывающей мозги религию, мы будем предустоять вам до конца. Вы изнеженные надменные неандертальские амёбы. С любовью, мол. Это очень добрый человек. Я буду держать его записку при себе. У ползуна статус бывший раб. И похоже, что он раб лишь на 60%. Ему нужно 71 час, и тогда он будет не раб. Ему нужно что-нибудь ещё, какое-нибудь оружие. Здесь у нас только... Что это такое? Каты. Добавлено один кат. Куда добавлено? Деньги. Погодите. 52. Каты, это бабки. Всё, мы забрали. У нас 57 катов. И причём это общие деньги, общий бюджет. Только не вздумай загробастать себе всё. Не переживай, я пойду изместить твоих денег. Подушка-сидушка использовать. Здесь может ползу медитировать. Примите удобное положение и сконцентрируйтесь на дыхании. Почувствуйте ваше тело. А теперь почувствуйте, как моё тело ложится на ваше тело. Надо какое-нибудь оружие, всё что угодно. Твою мать, ползу, но не осталось никакого оружия. Добавляем ещё себе кучу катов. Это получается как кошелёк, нитка с катами. Вот видите, у нас теперь 107 их. Мне нужно найти себе что-нибудь, что можно продать. Удачи тебе с этим. Поверь, удачи мне не понадобятся. Я буду долбить. В целом, у мага целая куча всего, что можно продать. Посмотрите, стоимость этих саке аж 425 катов. Я думаю, пришло время нашим ребятам отправиться в город. Мы вообще перевешены, просто пипец. Сила прокачивается, потому что мы идём перевешены, да? Таскать людей и тяжёлый груз, использовать тяжёлое оружие. Крепость прокачивается, когда мы боль испытываем, побои и поражения. Неудивительно, что у нас крепость так сильно прокачена. У нас был целый сезон боли и поражений. Какие же параметры у ползуна? Крепость ещё больше, чем у мага, что ли? Офигеть, у него силы больше. А он не так прост, как мы думали. И уже железо появилось. Он уже настругал. Молодец, ползун. Посмотрите, насколько ползун может больше таскать. У него 29 в пределах. У мага 16. Меня не устраивает такой расклад. Я пойду тренироваться. Я соберу весь свой груз и буду прокачиваться. План такой, он будет бежать в горку и спускаться вниз. Пришло время прокачаться как следует. И побежали. Куда это он побежал? Опять передо мной рисуется. Давай, ползун, двигайся быстрее. Всё, теперь вниз. Вот, смотрите, 4 металла. И всё это в кармане ползуна лежит. Теперь он носит 42 из 21. Значит, мы можем прокачивать его. Во, пошло. Сила ползуна 22. Мага 25. Ага, значит, маг выбивается вперёд. Мне нужен больше вес. Понять! Что ты делаешь, ползун? Не твоё дело. Что значит не моё? Ты меня несёшь. Поставь на место. Здесь ты прав. Тебя давно следовало поставить на место. На что ты намекаешь? На то, что ты не считаешь и ни с кем, кроме себя. Понятия не имею, о чём он говорит. Считаюсь только с собой, значит, да? Ты неблагодарная тварь. Я не буду это обсуждать. Ну и ладно, ладно! Тем временем у нас осталось 11 часов до того, как ползуна перестанут считать рабом. Значит, план мой такой. У всех по 4 железа. У мага и у ползуна. Как только ползун перестанет быть рабом, мы отправимся все вместе добывать нам деньги и пропитание. Потому что хлеб заканчивается в хижине. Я вот думаю, куда идти. Мы точно не можем пойти в эту сторону, так как вы писали, что это дождь радиоактивный. Мы можем подохнуть. О, смотрите, какая хрень ползает. Вот на такую нам нельзя напарываться. Как-то я опасаюсь, что она слишком близко ползает здесь. Ползун. Где ты? А, вон он. Бегает. Хочет победить меня в параметре сила. Я не позволю. В сторону. Отвали. Итак, осталось 2 часа. Да быстрее. Сколько можно ждать? 0 часов. Есть. А, да. Теперь они официально оба свободные люди. Наконец-то. Посмотрите, какие волосы. Какая крутая шевелюра. А, сразу дышаться стало иначе. Эм, поздравляю. Спасибо. У меня есть подарок для тебя. Летающие доспехи. Почему они летают? Короче, это летающие доспехи. В общем, весь комплект одежды святой нации. Ты серьезно? Да, это тебе. А как же ты? Ну, я, пожалуй, надену свой комплект ниндзя. Мне кажется, тонкая и изящная самурайская катана идет мне больше. Подчеркивает мою фигуру. Мне ни к чему идти, твои жесты. Да твою мать, ползун, ну в чем дело? Я спас твою задницу, почему ты злишься на меня? Ты так и не понял, да? Нет, я не понимаю. Мы столько всего сделали вместе, я столько всего сделал. А ты на меня злобу затаил. Я злюсь на себя. Что? Знаешь, каково это считать себя никчемным, неспособным сделать что-то самостоятельно? Я так не могу. Почему ты не сказал мне об этом? Я бы помог тебе. В том-то и дело, ты постоянно пытаешься мне прийти на помощь. А я хочу что-то сделать сам. Твое присутствие, это как напоминание о моей слабости. К черту все, я пошел отсюда. Я добьюсь всего сам и спасу ее тоже сам. Ну вот он опять ушел. Но по крайней мере теперь, мне кажется, я его понимаю. Как-то неловко было все это слушать. Призрачный охранник. Что ж, теперь я действительно остался один. Пора бежать в город. Вот нафига мы пошли на ночь глядя. Главное до утра добраться до города святой нации. Поскольку я под маскировкой, никто не заподозрит, что это я. Кребаная святая нация. Я отомщу им за то, что они сделали с ползуном. Что конкретно они с ним сделали? Заставили сомневаться в себе. И разрушили нашу дружбу. Я никогда не прощу им этого. Я разрушу их изнутри. Ой, ползун, куда ж ты сунулся? Он один здесь, без оружия, без всего. В целом это не так страшно. Главное не напороться ни на что ужасное. Не понял, награда за ползуна. Этот персонаж разыскивается властями. Сдайте его за награду. Местные власти не разыскивают этого персонажа. Давай, дружище, всего лишь нужно перейти эту зону. Она выглядит довольно-таки пустынной. Может быть, даже на нас никто и не нападет. Теперь мы в скрытом лесе. Здесь подозрительно тихо. Обнаружена локация деревня. Что? Где? Деревня, вот. А это что за символ? Давайте направим ползуна сюда. Сейчас мы и посмотрим, что это такое. Просто издалека. Какие мерзопакостные твари. Их слишком много. Они идут прямо в мою сторону. Ползун, не иди туда. Тормози, 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 тормози. Давайте пойдем лучше в деревню. Мы пришли к деревне. Деревню охраняют какие-то добрые дядьки на вид. Они правда добрые на вид. Я думаю, все будет хорошо. И ползун, кстати, очень подходит к ним. Причем подходит к ним в прямом смысле. Оп, ты, дальше не шагу. Что ты здесь делаешь? Диалог? Она ниндзя. Это мои товарищи окружили тебя и готовы убить. Ты в серьезном меньшинстве. Скажи мне, кто ты? Так, здесь надо... Да, я купец хочу продать. Купец, да? К счастью для тебя, в данный момент у нас кончаются припасы. Клянусь охрану на жизни Феникса. Я не причиню вреда. Хорошо. Пока ты в моем медвежьем углу, я буду внимательно за тобой следить. Понял? Конечно, четко и ясно. Все, она будет за нами наблюдать теперь. Нас пропустили. Спасибо, спасибо большое всем. Я вхожу. Хорошо, что они не знают, что за меня награда объявлена. Ого. Я даже не знаю, что делать можно здесь теперь. Ладно, пойдемте внутрь в первый дом. Все, входим. Сырое мясо. Грок. Ножовка. Вареные овощи. Возьмем. Если мы взяли, то это плохо. Мы съели. Улик нет. Все. Было бы здорово найти какой-то, не знаю, оружейный магазин или просто магазин, где мы можем что-то продать. Здрасте. Это напоминает какую-то таверну. Заходи и посмотри товары, брат. Ну-ка, я бы хотел поторговать. О, боже мой. Так, а можно ли вот это продать? Вот сюда можно поставить? Смотрите, мы продали. Еще раз. Вот у нас 212. А сейчас будет 317. 420. Теперь саке продаем. 1400. Мгновенно разбогатели. Кувшин с водой просто для продажи на самом-то деле. 110% наценка на кактус. Продаем кактус. Так, так, так. Давайте подумаем, что мы можем взять. Какое-нибудь оружие нужно взять. Вот есть у нас сабля, которая стоит 1400. И мы можем... Ровно на 2... Как там их? Копа? Кота? На 2 кота больше. Но это лучше, чем ничего. Была не была. Есть! 2 кота теперь. Все, у нас есть меч. Тем временем Маг спокойно подходит к базе военной. Ох, я надеюсь, его не спалят. Извините, пожалуйста. Здрасте, как дела? Спасибо, до свидания. Нас пропустили. А у нас что, в охрану детей нанимают? Что? Почему? Как? Нет! 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 Мага спалили! Он в тюрьме. Он снова в тюрьме! Черт! Из тюрьмы одной в тюрьму другую. Будьте вы прокляты. Но, по крайней мере, они ничего не сняли с меня. Оружие забрали. Ааа, хреново дело. Теперь за Мага награда 2,5 за кражу униформа. 50 часов под стражей осталось. О, боже мой! Они хотя бы залечили его. Хорошо, они залечили меня. Но есть положительная сторона. Параметр крепости у нас возрос. Ах, ползун даже не знает, что с его другом творится. Ой, главное ползуну не ступить теперь. Вау, это какая-то ратуша. Манекены! Тренироваться! И что, прям реально такое все берет и прокачивается? Вот, атака у него прокачивается. Смотрите, сейчас шкала дойдет. И что-то должно улучшиться. На самом деле, улучшилась только просто атака. Стало 2. Ба! Почему? Почему? Сам напросился. За что его побили, я не понял. Этот персонаж был пойман за совершение нападения. За какое нападение? На манекен? Да что ж такое? За него бы теперь заперти. Я не могу. Это просто они рабы по жизни, походу. Ползуна даже не лечит. Благо у него есть аптечка. Какое говно происходит. Маскировка раскрыта. Где ты взял униформы? Не пытайся. Теперь он не может отсюда выбежать. Он всегда будет в униформе. Все, я теперь просто с голым торсом, чувак. Кажется, нам теперь просто надо ждать, пока нас выпустят. И, возможно, не будет проблем. Так, ползунчик мой дорогой, как ты поживаешь? У него критическое состояние. Он весь в крови. Так, освободить. Сбежать. Ты будешь первую помощь себе оказывать? Да, оказывай. Спасибо. Срок награды истечет через восемь... Восемнадцать часов. Сбежали. Сбежали, сбежали. Меня палят. Скрытность. Это ко мне бегут? Бить меня. Стой, зайти. Все, 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 все. Я зашел. Первая помощь. Давайте в камере это сделаем лучше. Ну, друзья, вот извините. Короче, у нас снова побег. Это как в серии побег из тюрьмы. Каждый новый сезон, а тот побег из нового места. Так, ребята все спят. Давайте отсидим наш срок. 49 часов. И ползун пусть отсидит. Осталось 10 часов. Давайте посмотрим, как с ползуном обойдутся. Ожидает освобождение. Мы еще должны ждать освобождения. Нифига себе. Эй, алло, кто-нибудь, освободите ползуна. Воу, погодите, что происходит здесь? У тебя ребята с кем-то перестреливаются. Какие-то бандиты. Какое-то древнее племя. Ну, может быть, оно не древнее. Не знаю, может, оно новое, не цивилизованное. Вот, они все подохли. И лежат тут. Кстати говоря, это шанс для нас обобрать их. Наверное, поэтому меня не освобождают, потому что они заняты нападением. Возможно. Но нападение уже отразили. Слушайте, ожидает освобождение. Я рискну предположить, что я должен сам себя освободить. Вот мы вышли. Меня все еще разыскивают. Ничего не поменялось. Но, может быть, мы можем теперь спокойно ходить. Вроде бы здесь-то мы что? Ребят, мы здесь все? Мы здесь все. Хорошо, давайте полутаем трупы. Обобрать. Аптечка. И какое-то оружие. Железная палка. Заберем. Так, вот это мне нравится. Подбирать объедки, это круто. Так, ладно, с ползуном вроде как пронесло. Не так уж и страшно все было. Чуть-чуть просто потерпели и все. Это нам не привыкать. Это раз. И бывало и похуже, это два. Это же тренировочный лагерь, правильно? Правильно. Можем с кем-то поговорить здесь. Например, мол. Это он оставил записку. Могу ли я присоединиться к ниндзя-чипенцам? Поклянись в верности мне и в неприкорности Фениксу. Вместе мы сможем свергнуть святую нацию. У нас похожие цели. Ммм, эти ребята враги святой нации. А значит, мне они друзья. Клянусь в верности очипенцам. Фракция ниндзя-чипенца теперь ваши союзники. Мы теперь можем все осмотреть. Нас никто не будет бить, обижать. Мы можем стоять теперь и просто тренироваться. Без риска быть избитым. Подальше от всех, чтобы никого не задеть, не дай бог. Посмотрите на руки. Посмотрите на руки ползуна. Почему такой сильный? Прямо такие накаченные банки. Мне кажется, с ползуном будет скоро очень опасно связываться. Осталось два часа. И маг должен быть, по идее, свободен. Ожидает освобождения. Я так понял, что в этой игре освобождение, это когда ты сам себя освобождаешь. Поэтому мы спокойно, думаю, должны выйти. Ну, наконец-то. Как мне досталось здесь. Стоп. Обратно. Обратно зайти в тюрьму. Все, 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 все. Его посадили за то, что он совершал нападение, но никого не... Что? Персонаж сейчас совершает нападение. Еще 60 часов. Ну что, нравится тебе сидеть, чертов нападальщик? Какое напад... Я даже не нападал ни на кого. Это все коррупция. В святой нации нет ничего святого. Ничего, я один раз уже от вас сбегал. Сбегу его второй раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!